Книга «Открытым оком», том 23, тема «Работа», вопрос 3548. «Часто беседую с разными людьми, кого можете выделить, как наиболее развитых и наиболее упертых, не слышащих, что им говорите?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Сорок пять лет мне приходится встречаться с самыми разными людьми и наиболее развитыми видятся те, кто не уперт на запретах, которые не дают ему встречаться с кем-то. Работники банков сидят только с бумажками, не видят часто людей, но они ничем не ниже тех, кто постоянно с людьми, как милиция, медицинские работники. Но как только заговоришь о чем-то, что за пределами их зарплаты, они и слушать не хотят, и не запоминают. Пустые, как обмолоченные дьяволом снопы. Вроде бы человек с так называемым высшим образованием, а мыслит по-староверчески и ничего, кроме двуперстия, знать не хочет. Тупость и глупость динозаврского толка. Надо проводить почаще ревизию своего багажа. Во что веришь, что сделать, кому это будет нужно, как об этом же мыслят другие. Харизма, посвящение в звание человека, даруемое Духом Святым, делает его огненным. Ему до всего есть дело, как было с простыми по образованию пророками и апостолами, которые оставили такие мысли, которые стали движущей силой тысячелетий. Самые развитые те, кто знает истину, а до познания истины знал и свое. Матфея 13, 52. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свое новое и старое. С 12 по 19 сентября 2007 год Московский комсомолец, страница 4. Трудоголики со временем становятся идиотами. Больше половины жителей мегаполиса Москвы страдают профессиональным идиотизмом, рассказывает профессор нейропсихологии Медико-психологического центра индивидуальностей Евгений Шапошников. Что тому способствует погоня за успехом? Человек вынужден бороться за хорошо оплачиваемое место, буквально вгрызается в свою профессию. Его перестают волновать другие области знаний, культурная и даже личная жизнь. Информация, напрямую не касающаяся его специальности, просто-напросто отсекается. В итоге страдает интеллект, приостанавливается социально-этническое развитие личности. Человек делается не способен поддерживать разговор на отличенные темы. В ходе исследования выяснилось, что печальная участь профессионального идиотизма постигла в той или иной степени от 60 до 70% москвичей. В основном это работники от 25 до 40 лет, то есть наиболее трудоспособный слой населения. При этом женщины менее подвержены пагубному синдрому, чем мужчины. Медики предупреждают, что профессиональный идиотизм вредит и самой работе, приводит к профессиональной близорукости и неспособности усваивать новые веяния в своем деле. Медики советуют таким людям остановиться, критически посмотреть на себя и всю свою жизнь и наметить новые пути социально-психологического прогресса. Римлянам 1.22 Называя себя мудрыми, обезумели. 1 Коринфянам 2.15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Самые развитые благовестники, которые встречаются со различными слоями людей, с иноверцами, и самые зациклены на своей самоправедности, сидящие на своей убежденности, что они лучшие, что они правее всех, и с этим убеждением презирают всех. Это старообрядцы и старостильные греки. Притча 3.7 Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Притча 26.12 Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Исайя 5.21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. При длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. И правду истину сказать не очень вежливо чистил свой гурт гусиный. На барыши спешил к базарному он дню. А где до прибыли коснется, не только там гусям и людям достается. Я мужика и не виню. Но гуси иначе об этом толковали. И, встретясь с прохожим на пути, вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастнее найти? Мужик так нами помыкает и нас, как будто бы простых гусей, гоняет. А этого не смыслит неучсей, что он обязан нам почтеньем, что мы свой знатный род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасеньем. Там даже праздники им в честь учреждены. А вы хотите быть за что отличены? — спросил прохожий их. — Да наши предки! Знаю и все читал, но ведь я желаю, вы сколько пользы принесли! Да наши предки Рим спасли! Все так! Да вы что сделали такое? Мы? Ничего! Так что ж и доброго у вас есть? Оставьте предков вы в покое! Им по делам была и честь, А вы, друзья, лишь годны на жаркое! Баснь эту можно бы и более пояснить, Да чтоб гусей не раздразнить! 1811 год Крылов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...